Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Плюс 50%. Он составил 756 миллионов долларов. Покупают у нас преимущественно удобрения, древесину и древесный уголь. Как отмечает руководитель Центра поддержки экспорта Кировской области Мария Зеленцова, суммы выросли не столько за счет объемов поставок, сколько и за рост цен. Но и товарооборот увеличился в чем-то благодаря пандемии. От сложившейся ситуации складываются запросы. В прошлом году был большой пул на размещение на электронной торговой площадке. В этом году, учитывая, что мы можем посещать и выставки, и бизнес-миссии, интерес к электронным площадкам немножко приутих, но мы обратили внимание, что очень много людей хотят учиться, чему мы поспособствовали и смогли профинансировать учебу в Сколково. В этом году у нас 15 предприятий отучились. Больше ни один регион не смог отправить столько участников. Это не только учеба, это еще и коммуникации, находят партнеров и помогают друг другу. Сколково дает еще вот такой вот уникальный инструмент. Поставки в страны СНГ выросли не столь значительно по сравнению с торговлей с дальними странами. Они выросли на 6,5% или на 6,5 миллионов долларов и составили по итогам 9 месяцев 103 миллиона долларов США. Программа «Экономика». Бывшая чиновница протестовала изъятие квартиры, купленной на неподтвержденные доходы. За жилье бывшие муниципальные служащие администрации одного из сельских поселений Афанасьевского района заплатила 2 миллиона 800 тысяч рублей. Это в три раза больше доходов ее и ее супруга за три предшествовавших сделки года, отмечает прокуратура Кировской области. Назорный орган обратился в суд, чтобы изъять квартиру в доход государства. Иск был удовлетворен. Но решение было обжаловано ответчицей. Судебная коллегия по гражданским делам Кировского областного суда решение суда первой инстанции оставила в законной силе. Его исполнение находится на контроле органов прокуратуры. Не всегда суды так суровы к чиновникам. Так недавно в Красноярске прошел суд из-за того, что сотрудник городской администрации купил квартиру за 5,5 миллионов, заработав с женой всего полтора миллиона за три года. Его уволили в связи с утратой доверия, штрафовали на 2 миллиона рублей, но квартиру изымать не стали. В завершении о курсах валют на сегодня. Официальный доллар 74,53, курс евро 84 рубля 67 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.